Зимняя рыбалка На уровне воды есть промоины и здесь достаточно опасно находиться. Не стоит забывать, что лед на водоемах во время весеннего паводка с наступлением тепла становится рыхлым. Сверху он растапливается солнцем и талой водой, а снизу подтачивается течением воды. Если увидели, что ваш след мокрый, то сразу нужно развернуться и идти обратно. Очень опасно. Прогулки и рыбалка в этих местах очень чревата тем, что может любой человек провалиться и быть незамеченным. В связи с тем, что течение, моментально провалишь под лед под тяжестью своей одежды и воды, то можно уйти под лед. И уже тяжело будет человека вытащить изо льда и не сразу его найти. Самая большая опасность на зимней рыбалке – это уйти под лед. Именно по этой причине люди чаще всего погибают. В этом случае у человека есть несколько секунд. Если наступает переохлаждение, человек замерзает за полчаса. Если вдруг случается несчастный случай, мы принимаем все оперативные мероприятия по спасению человека. Поступает сообщение на пульт оперативного дежурного. Тогда группа оперативно реагирует уже по ситуации с использованием специальных средств, специальной техники. На такой лед выходить опасно. А тем, кто все же рискнул, необходимо строжайше соблюдать правила безопасности. О них и говорили спасатели с рыбаками в ходе рейда. Когда нужно осматывать удочки и завершать сезон, что делать в экстренной ситуации. Все рыбаки на предупреждение реагируют адекватно. Предупрежден – значит вооружен, считает Анатолий Васильевич. Правила безопасности на весеннем льду рыбак со стажем выслушал внимательно. Несмотря на рыбацкий стаж, рыбалкой занимается всю жизнь. Очень люблю. С детства. Рыбаю все время. Зимнюю рыбалку люблю особенно. Почему? Потому что летом всякая мошка, гоморы. Это мне не нравится. А здесь что? Ну, мороз бывает. У нас специально палатки есть. Залез в палатку – там тепло. Зимний сезон у нашего собеседника заканчивается примерно в конце апреля. Если погода совсем теплая, то раньше. Безопасность превыше всего. Толщина где-то, ну, сантиметров 60. Это толщина льда. Поэтому ничего особенного страшного нет. То есть вы себя считаете безопасностью? Я считаю, да. Почему? Потому что здесь такого течения нет. Вот. И сидим мы на мели практически, на сорожечку, прикармливаем. И сидим, ждем. Когда она подойдет, когда наклюнет. И потом, когда я бурю, я же чувствую какой-то толщины лед. Так что все нормально. Спасатель напоминает основные правила поведения на льду и вручает памятки. По мерам безопасности интересуется, имеются ли с собой в кармане средства для спасения в случае, если провалился какой-либо острый предмет. Если все же беда случилась при попадании в холодную воду, инспектор МЧС советует не терять самообладание, не паниковать, не делать резких движений и громко звать на помощь. Если, конечно, в визуальном контакте это все запечатлено, то, соответственно, принимаются меры уже сотрудников поисково-спасательной службы по моментальной оперативной эвакуации и помощи человека, который находится в тяжелой, сложной ситуации. Лучше от выхода на лед для прогулок и рыбалки отказаться, хотя это и не запрещено. Поэтому, если вы все-таки собрались, сообщите об этом близким. Куда вы отправились на рыбалку и когда планируете вернуться? Зимняя рыбалка бывает коварна. В этом году за зимний-весенний период в Самаре без несчастных случаев на водоемах не обошлось. Статистика на сегодняшний момент, с ноября месяца по настоящее время, произошло 11 происшествий, 5 человек погибло, 20 человек спасенных. С января этого года происшествия на воде 2, спасенных человек 13. Чтобы статистика несчастных случаев не росла, нужно, чтобы рыбаки соблюдали бдительность и следовали правилам. Жизнь дороже пойманной рыбы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова